Еще раз, здравствуйте, продолжаем разворот и говорим о теориях заговора. В этой части у нас на видеосвязи доцент Рижского университета имени Страдене, руководитель программы социальной антропологии Клав Седленекс. Здравствуйте, господин Седленекс. Добрый день. Да, чуть-чуть погромче, только попрошу вас говорить. Ну вот да, в прошлой части мы говорили с российским фольклористом-антропологом Александром Айрхиповым. В первую очередь, конечно, про Кванон, который получил распространение, стал из какой-то интернет истории, стал такой всеобщим достоянием, особенно после событий в Вашингтоне. Вот по вашим наблюдениям, ну, во-первых, да, вот какой вам представляется эта теория, каковы ее особенности и какое распространение в Латвии она получила и отображение? Вы видели какие-то, я не знаю, может быть, сторонники даже у нас есть этой теории? Что вы можете сказать? Ну, к сожалению, у меня нет хороших данных. Насчет распространения этой теории. Ну, конечно, насколько я знаю, эта теория по большей части связана с американской политикой. То есть, ну, нам не очень-то касается нас. Ну, наших жителей интересует американская политика, мы видим это по выборам. Да, ну, насчет Америки, да, но для американцев это гораздо важнее. Да. Ну, вообще, можно ли сказать, вот тоже с предыдущим нашим спикером говорили, что подобные теории заговора о руководстве страны более свойственны крупным странам, потому что у нас, например, страна значительно меньше. Мы буквально на улице или в магазине часто сталкиваемся с, там, не знаю, членами правительства и так далее, поэтому на их счет теории заговора меньше, нежели, например, в крупных странах. Ну, может быть, но, конечно, мы знаем сами своих руководителей, ну, не все, конечно, да, но есть шанс побольше, и в таком смысле можно говорить, что это свойственно большим странам, да, обществом, но по сути дела такие теории заговоров – это просто вариации очень старинной темы и такой темы, которая вообще-то исходит из того, как устроен наш человеческий ум. То есть мы, как социальное или коллективное существо, у нас ум устроен так, чтобы мы всегда искали, ну, какой-то человеческий или вроде человеческий причину тому, что с нами происходит. Ну, например, компьютер не работает, и мы сердимся на этот компьютер, как будто он это сделал нарочно, да, или нам там разбили ногу об камень, и мы думаем, что камень это нарочно сделал. И это, ну, теории заговоров, просто вариации вот этого вида, как мы думаем о том, что вокруг нас происходит. То есть у нас, как у людей, есть тенденция искать эти человеческие причины даже тогда, когда их там нет. Ну и такие, ну, опасные темы гораздо лучше как-то верятся, потому что, ну, это важнее, что, я не знаю, нет такой теории заговоров, которые говорили, было позитивно, да, все они негативные, опасные. Да, в отношении нашего, например, да, пожалуйста. Да, да, да. В отношении нашего правительства вот наблюдаются ли какие-то убеждения с таким вот налетом теории заговора? Ну, то есть, например, я могу сказать, что, судя по комментариям в соцсетях, причем преимущественно у русскоязычных жителей, об этом тоже я вас хотел бы спросить, вот как делятся в зависимости от этнической составляющей, а распространено, например, мнение о том, что в силу гражданства нашего премьер-министра, да, американского, ну и то, что у него американский бэкграунд, скажем так, вот существует какая-то тоже теория заговора, что он, не знаю, работает на руку Вашингтону и так далее? Ну, конечно же, у нас же все эти теории Сороса или Билл Гейтса тоже вводятся, да, и у нас есть, ну, такие заговорные теории, которые, ну, немножко пониже вот в таком глобальной мере насчет коррупции, насчет того, что происходит вообще в политике, там всегда люди думают, что есть какой-то заговор, даже если там нет. Ну, конечно, есть некоторые дела происходят, потому что кто-то там заключил заговор, но кажется всегда, что это гораздо больше. Так что у нас и тоже, почему купили одну или другую вакцину, или почему купили вот эти маски сначала, там всегда появляется какая-то идея о том, что есть вот заговор какой-то был. Ну, иногда его называют коррупцией или каким-то другим словом. Доцент Рижского университета Страды Ниаклав Седленекс у нас в прямом эфире, говорим о теориях заговора, о фейк-ньюс в том числе. Вот я, кстати, видел у вас в Твиттере, вы ретвитнули картинку такую, ну, карикатуру, назовем ее так, где политики воруют какие-то средства, жители им указывают на то, что они воруют, а политики им в ответ говорят, смотрите, среди вас там гомосексуалист. И люди начинают драться и уже не обращают на это внимания. А значит ли это, ну, понятно, что это как определенная степень иронии, сарказм, но значит ли это, что, например, руководство страны тоже зачастую использует в своих интересах некий, не знаю, фейк, теория заговора или как это еще назвать, для своей выгоды? Ну, может быть, такое не исключено. Но я думаю, что вот это так, ну, забыл русское слово. То есть то, что люди так думают, что это так происходит, но это гораздо больше, чем на самом деле является. То есть люди думают, что вот где-то там в коридорах там ходят какие-то мастер-майнды, которые там могут сплетнуть какой-то вот этот заговор, чтобы все там были включены и никто ни словом не пикнул. Но в самом деле-то они не такие умные, чтобы все это сделать. И поэтому все гораздо проще. А вот вы упомянули Сороса, Билл Гейтс, все эти тоже фигуры, которые становятся героями теории заговора. Но вот просто если логически смотреть, там в России, там США зачастую демонизируются посредством средств массовой информации. И логично, что вот эти вот люди, они становятся тоже предметом такого какого-то зла. А ведь в Латвии США, ну, на каком-то уровне государственном, там всегда все-таки транслируется идея того, что США это союзник. Но с вашей точки зрения все равно эти люди среди вот латышского населения являются зачастую там, ну, теми, кто представляет какое-то зло. Действительно это так? Ну, да, ну, конечно, это то, что в каком-то уровне политики какая-то страна является дружелюбной. Не значит, что все, у которых есть власть, будут тоже приниматься дружелюбно. И, ну, люди, у которых есть очень много власти или денег, всегда, ну, вызывали вот такие подразумевания, что что-то там у них не то. Да, в латышском факторе, я думаю, что в российском, русском тоже очень много есть вот этих легенд о том, что один или другой человек там продал душу дьяволу, да, и взамен получил возможность быть богатым и так далее. То есть это тоже, ну, вот эта старая тема, которая... И к тому же эти темы все время, ну, те же самые. Там есть, ну, сейчас Куанон говорит о педофилии, да, старая тема была о том, как они или пьют кровь, или едят ребёнка, да. То есть это тоже, это вариация, да, старая этого, ну... Сюжета, да, назовём. Рассказы про ведьм или вампиров, или... Ну, то есть эти Билл Гейтс, Сорос, Клинтон — это новые наши графы-дракулы. Говорим о теориях заговора и конспирологии с доцентом Рижского университета Страдания, классом Седлениексом. Но вот ближе к завершению уже, конечно, хочется поговорить о пандемии, или, как её ещё называют, инфодемии. То, что мы наблюдали весь 2020 год, конечно, весь коронавирус подарил нам расцвет этих теорий заговора. Не обошли они и Латвию. Мы видим, что у нас даже определённые там сходки, собрания, пикеты были сторонников того, что коронавирус представлен не тем, чем он является на самом деле. Вот насколько вас это удивило? Как с точки зрения социоантропологии поведение нашего общества можете охарактеризовать вот в этой связи? Ну, опять, это не новое. То есть в предыдущие времена тоже бывало, что люди не верят, что есть такая болезнь. Ну, например, в XIX веке, когда проходили эпидемии холеры, люди не верили, что это есть такое, и думали, что их отвозят в больницы, чтобы там экспериментировать с ними. То есть это не новое. Я думаю, что насчёт этого... И так же было и в предыдущие разы, но сейчас очень это наблюдается, что болезнь-то совсем трудно её наблюдать, ну, такими обычными... Ну, то есть мы не очень-то часто видим, что кто-то заболел, сильно заболел или даже умер. И чтобы сделать диагностику, надо полагаться на вот эти такие акторные исследования, и что там происходит, мы даже ничего не понимаем, как обычные люди. И поэтому, ну, это... Ну, такой тенденции в этом увидеть заговор гораздо больше. То есть это очень такая технологическая болезнь, мы можем сказать. Ну, последнее ещё хотелось бы спросить, вот уже с точки зрения, может быть, медиа-сегмента. Очень много лет уже мы говорим о так называемой медиаграмотности, о критическом мышлении, вот в том числе в латвийском обществе. Что вы об этом думаете? Как оцениваете наше критическое мышление, особенно вот в такой непростой период с точки зрения информации? Ну, исследования показывают, что не очень-то плохо с критическим мышлением у нас. Но, конечно, социальные сети очень, ну, такие своеобразные феномен, которые, ну, из разных причин вводят людей вот это в заблуждение очень часто. То есть гораздо легче там заблудиться, чем, ну, читая газеты. И я думаю, что это, ну, новое. Спасибо вам большое. Клавс Эдлин, экс-доцент Рижского университета Страдани, руководитель программы «Социальная антропология», был у нас гостем второй части, говорили о теориях заговора. Спасибо вам, Клавс. Желаем хорошего дня и прощаемся с нашими радиослушателями. До свидания. До свидания.